Продолжение следует... Продолжение следует... Так вот, современные техники программирования, по мере завоевывания популярности, имеют свойство входить в качестве синтаксических конструкций в современные языки. Python, в общем, не такой уж современный язык, прямо скажем. Но он очень как бы развивающийся, ну а свойство, о котором вы говорите, оно тоже, в общем, такое, очень условно-современное. Вот. Ну, то есть, когда меня учили программировать, может, его еще и не было, да, может, уже и было, ну, скорее всего, нет. А, там, когда Python планировал, ну и так, завоевывал популярность, наверняка, итераторы уже были. Вот. Значит, что такое итераторы с точки зрения Python? Python. С точки зрения Python, итераторы – это такие последовательности вычислимые, с которыми мы, на самом деле, очень много сталкивались уже в наших разговорах. Вот. Ну, давайте вот вспомним, про что мы конкретно не говорили. Например, есть, ну, помимо сорта, который, как мы помним, возвращает именно список, ну, вот, уже других способов представить, более коротких способов представить последовательность в переупорядочном, в строго переупорядочном виде нету. Вот. Есть еще, например, функция Reversed, которая, на самом деле, выдает, видите, что? Некоторый Reversed Object. То есть, некоторый объект, который, ну, я подозреваю, что он является последовательностью, да, мы это сейчас, ну, как бы, он является последовательностью. Но эта последовательность не состоит из элементов, которые хранятся в памяти, как в случае списка, да. А это такой, если хотите, метод обхода нашей исходной последовательности, который представлен в виде объекта. Вот. И мы можем его превратить в список, мы можем его распаковать, да. Мы можем передать ее в качестве параметра функцию, ну, в общем, везде, где у нас в синтаксе питона встречаются, собственно, последовательности, мы можем использовать вот эту последовательность, вычислимую, которая перебирает элементы исходной последовательности в обратном порядке, можем использовать его как последовательность. Вот. Запомним МТР. Что еще? Есть еще довольно полезная штука, она называется Enumerate. Полезная она вот в каком внезапном плане. Смотрите. Допустим, у нас есть последовательность, ну, какая-нибудь строка, по которой мы хотим пройтись. Да, ну, давайте поменьше сделаем ради интереса. Вот. Как мы обычно делаем. For C in S. Принцип. Тут все понятно. Теперь предположим, что мы хотим пройтись про этой последовательности, но зная индекс, например, ну, не знаю, там, сравнить два соседних элемента, или нужно что-нибудь такое сделать. Вот. У нас есть две опции это сделать. Первая опция – это пройтись сразу по индексам. И использовать операцию индексации. Использовать операцию индексации всякий раз, когда нам нужен конкретный элемент. Давайте мы ее переименуем в I, чтобы было S ita. Так. Это вот потепает на такой волшебный. Вот. Да? Та же самая картина, но используется операция индексации. Штука стоит в том, что операция индексации, в принципе, слегка тяжелее, чем ее отсутствие. То есть, ну, очевидно, да, что если мы, там, считаем каждый шаг, каждый, как бы, чих выполнение опитона-интерпретатора, то такая конструкция обозначает одно обращение к пространству именов, а такая конструкция обозначает два обращения к пространству именов. Мы сначала шарим пространству именов, ну, локальным, затем глобальным, на предмет буквы S, а потом еще и на предмет буквы I. Да? Два обращения к пространству именов вместо одного, плюс какая-то там операция индексации. Мы знаем, что она дешевая, мы знаем, что она выполняется за константное время, и тем не менее, вот такой цикл будет работать в какую-то константную раз медленнее, чем вот такой. Да? За счет того, что в нем просто тупо больше, в два раза больше операций, как минимум, да? А еще, значит, еще операция, и еще как бы в два раза больше обращения к пространству именов. Вот. Ну и поиска в нем, разумеется. Понятное дело, что мы могли бы написать что-нибудь вот такое, и потом всегда использовать это самое C. Но это немножко такое костыльное решение, да? Настоящее питоновское решение выглядит вот так. Мы... Давайте я сначала покажу, как это выглядит, а потом мы это используем и пойдем дальше. Значит, мы можем написать так. E равняется enumerate вот этого самого S. E при этом будет, опять-таки, последовательностью. И вот когда мы проходим эту последовательность, она превращается в последовательность пар индексов и элементов. Да. Вот. Значит, теперь понятно, как писать цикл, в котором все нужные... Андрей замечает, что скорость O большой от N... Так я же так и сказал. Вы... Непонятно, с чем вы не согласны. Я так и сказал, что вы... И в том случае скорость линейная, но два обращения к пространству имен работают в два раза медленнее, чем одно обращение к пространству имен. Так что вы сформулируйте, пожалуйста, свое несогласие. Вот. Значит, более конкретно. Так вот, о чем пишу-то я. Ах, ну да. Ну вот, поэтому классический способ прохождения последовательности, от которой мы хотим еще и номер знать, да, а не только элемент, это такой I, C, INUMERATE от последовательности. Вот. И дальше принт там. Ну, как бы, понятно, да. Обратите внимание на то, что есть еще один довольно важный момент в этом самом UNUMERATE. Да не плюс, а умножить. Разыменование происходит внутри цикла. Андрей, вот, ну пожалуйста. Каждый раз, когда еще раз, да, вот тут мы пытаемся вступить в полемику с Андреем на предмет того, что оба цикла с его точки зрения работают одинаково. Нет. Если внутри цикла есть два обращения к пространству имен, они работают в два раза дольше, чем одно обращение к пространству имен. Точка. Вот. Так вот, значит, главный бонус этого UNUMERATE, конечно же, не в случае, когда вот эта последовательность индексированная. Потому что если эта последовательность индексированная, конечно же, мы могли воспользоваться индексом или вот такой конструкцией не париться. Главный бонус состоит в том, когда вот эта последовательность не индексируемая. Мы не можем взять, спроста N элемент нашей последовательности, Но мы хотим знать, какой элемент последствий в данный момент мы обрабатываем. И либо мы тогда заводим счетчик, прибавляем к нему единицы, ну короче, мучаемся и с тем, и с тем. Либо мы пишем по-питоновски очень лаконично и, главное, с некоторым бонусом по части эффективности. Да-да-да, действительно, 3 на O от N равняется O от N. Только оно в 3 раза дольше. Ну, пожалуйста, Андрей, мне кажется, что вы что-то вроде тройлинг затеяли. Вот. Значит, Unumerate. Полезная штука. Мы сегодня, кстати, будем встречаться в количестве с последовательностями, которые не индексируемые. И там этот самый Unumerate, в случае, если мы хотим знать порядковый номер, он будет просто неизменен. Ну, или он придется руками изобретать, но мне кажется, что зачем руками, если можно ногой. Вот. Более хитрые штуки, которые пришли в питон еще с тех пор, когда Гвид затеял в нем поддержку чего-то похожего на функциональное, подход функциональное программирование. Вот. Который, кстати, в нем до сих пор остался. И если нам хватит времени, мы до FuncTools тоже дойдем до модуля. Вот. Но пока что у нас другие цели. Так вот, тоже вычислимые последовательности питона, которые встроены в стандартное пространство имен, да? Ну, с какого начать? Начать, наверное, с ZIP. Вот. Позволяют делать всякие полезные штуки по жизни, которые руками пришлось бы делать. Ну, не то чтобы там совсем уж сложно, но мутор. Например, у нас есть последовательность, ну, скажем, пар или там троек. Короче, последовательность последовательностей из одинакового количества элементов. Ну, давайте что-нибудь такое. Последовательность троек, допустим. Это были четверки. Да. Она слишком короткая, чтобы им притепринтить ее. Ну, хорошо, хорошо, дорогой. Давай сделаем ее подлиннее. Нет, все равно. Значит, бог с ним тогда с притепринтом. Хотел показать, как они в виде массивчика. А, хотя... Хотя, хотя, хотя... Давайте попробуем. Вдруг получится. Не получилось. А если еще немножко? Не получилось. А-а-а, но это еще не все. Так. Нет, не получилось. Ну, ладно, бог с ним тогда с этим притепринтом. Похоже, в нем прибит гвоздиками этот самый размер. Будем без него жить. Итак, у нас есть последовательность троек. Zip, которому на вход подается эта самая последовательность троек. Так, давайте сначала ее в явном виде укажем. Вот, а потом уже... А потом уже... Сейчас, вот так вот сделаем. Zip от вот этой штуки. Вот. Давайте даже его запомним. Да, так вот, значит, это самая последовательность троек. С помощью функции zip превращается... Последовательность превращается... В... Давайте считать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. В последовательность восьмерок. Почему восьмерок? Да потому что тут элементов было восемь. То есть, фактически, это такое транспонирование. Я зачем хотел... Я зачем хотел прийти принт, чтобы он мне в столбиках написал эти самые элементы. Тут вот, например, Андрей советует использовать списковую сборку. И тогда уж наверняка получится широкий список. Хорошая идея. Давайте попробуем. И равняется... Кверт умножить на двадцать, например, да? Такая же точно не влезет? Во, спасибо, дорогой. Вот, да? Вот если мы из него сейчас сделаем zip object... Ну, да, только не так, а вот так. Обратите внимание на вот такой трюк. Только, господи, прости, что я несу? Обратите внимание на вот такой трюк. Да? Что такое zip от звездочка L? Это zip, у которого... Которому передано было, извините, но вот столько двадцать параметров. Вот. Да? Значит... Ну, вот. Так вот, значит, если мы это дело превратим в список... Ой. Где там zip от звездочка L? Звездочка L. Вот. Если мы это превратим в список... То мы получим... Жжжжжжжжжжжжжжжжж. Ну, вот они, видите, он слишком широкий, посчитал, что не влез. Ну, да ладно. Короче, провалился моё пример с принтер-принтом. Он получился как-то чересчур принтер. Я бы сказал... Не очень принтер. Короче говоря. Мы получим транспонированный элемент, в котором будут сначала нулевые... последовательность список, последовательность кортежей, у которых вначале будет нулевые элементы, потом первый, потом второй, потом третий и так далее. Обратите внимание на то, что в случае строки ZIP в общем не разобрал, что там внутри была строка и выдал все равно последовательность кортежей. Никто за нас не будет склеивать обратно вот эти штуки в строки. У нас-то была последовательность строк, а возвращается последовательность кортежей. Ну окей. В любом случае вот эти элементы, которые сейчас нам сгенерировал ZIP, они нигде не хранятся. Они по ходу генерируются. Он просто к каждой из этих последовательностей заходит, берет от них нулевой элемент, потом первый, потом второй, потом и так далее. ZIP. Очень часто нужно, если вам нужно что-то транспонировать, поменять круглой Y с Y и с эксоном местами, то вот ZIP вам в руки. Вот. Помимо ZIP есть еще несколько тоже функциональных, пришедших из функционального программирования конструкций. Одна из них MAF, которая позволяет применить некоторую функцию к последовательности. Ну, не знаю, там map, допустим, abs к последовательности. Там, не знаю, раз, два, минус четыре, минус пять. Вот. Обращаю ваше внимание, что она тоже возвращает map object, то есть это некоторые последовательности. если эту последовательность превратить в список или пройти по ней циклам, вот, то оказывается, что этот map object по очереди возвращает все элементы нашей исходной последовательности, применяя к ним функцию map. Вот. такая же примерно такая же примерно штука, это функция filter. Только функция filter применит нашу функцию к последовательности и давайте даже вот так сделаем. Применит нашу функцию к последовательности и удалит оттуда все пустые объекты. Да, вот у нас есть некоторые объекты, некоторые из них будут пустыми после того, как мы его обработаем, мы их обработали в данной функции. Какие будут пустыми? Ну, вот этот будет пустой, потому что он 0. И вот этот будет пустой, потому что int от 0.1 равно 0. вот, вот так вот, да? Вот. Ой, только не map афильтры, я соврал. Да? Функция filter. Вот. Чем? Фильтер. Вот. Видите? То есть будет применена функция к всем объектам в последовательности и останутся она фильтром же будет возвращать только те элементы, для которых эта функция возвращает не пустое значение, то есть true. Понятное дело, что вот здесь справа могут стоять какие угодно последовательности, в том числе, например, в том числе, например, в том числе, например, вычислимые. Пожалуйста. Ну да, у нас м пустое уже. Сейчас мы еще раз возгенерием. Вот. Видите? То есть фишка в том, что всякий раз, когда у нас всякий раз, когда у нас зато ее виднее, когда у нас что? В том месте, где питон говорит последовательность, появляется последовательность, значит, можно использовать любую последовательность, в том числе вычислимую. Так, все. Это что касается, есть еще вычислимые последовательности в питоне, но мы не будем на них зацикливаться, иначе мы не дойдем до конца сегодняшнего разговора. Все итерируемые последовательности так устроены, что из них можно сделать итератор. Вот. Итератор это объект, который поддерживает, собственно, тот самый протокол итерируемой последовательности. Вот. В частности, сам протокол выглядит очень просто. Любой итерируемый объект, если к нему пойти и сказать next от этот объект, он нам выдаст следующий объект в этой самой последовательности. Вот. А когда очередной next упрется в конец последовательности, произойдет исключение stop iteration. Вот. Ну, давайте попробуем на том же на чем, на чем, на чем попробуем. Да хоть на реверсе, да, пожалуйста. Значит, R равняется reversed так. Ну, давайте next от R. Next я сказал. О! Значит, обратите внимание на то, что когда мы достигли конца нашей последовательности, то есть, когда объект R решил, что он закончился, произошло некое исключение, которое выглядит как обычное исключение, которое Виктор сейчас все расскажу. Тут Виктор спрашивает, почему лист неитерируемый. Лист итерируемый, но для этого надо из нее сделать итератор. Это, собственно, ровно следующий наш разговор. Вот буквально сейчас с этим закончим, начнем проект. Вот. Собственно, все. Весь протокол итератора состоит в том, что, а, у него есть next, на самом деле у вашего объекта должен быть метод next blah blah next blah blah конкретно. Вот он. Вот. Значит, если у объекта есть метод blah blah next blah blah, то он уже поддерживает протокол последовательности. А если он еще и в какой-то момент выбрасывает stop iteration, значит, это последовательность бесконечная. Обращаю ваше внимание на то, что stop iteration можно не выбрасывать. Тогда ваша последовательность будет бесконечная. Он всякий раз будет возвращать по методу next какое-то следующее значение никогда не заканчиваясь. Бесконечные последовательности это вполне нормально. Вот. И, в общем, отчасти даже очень удобно. Потому что вы сами решаете, где их закончить. Вот. Из чего можно сделать итератор? Мы с вами знаем, что у нас очень много последовательностей на самом деле итерируемый и список в том числе. Вот. А давайте, кстати, посмотрим, есть ли у списка метод next. Я думаю, что нет. Вот. Я думаю, что нет, потому что он сам по себе не является итератором. Вот. Нету. Он сам по себе не является итератором. Но итератор можно из него сделать с помощью функции итер. Вот он. Видите? Это какой-то итератор. То, что это объект итерируемый, следует из того, что в нем есть этот самый next. Вот. Вот он. и если мы сейчас к нему применим протокол итерирования, то мы увидим все так же, как и раньше. Только il. Вот. Вот. Что, кстати, совершенно равноценно вот такому. Да? Вот. Валя. Вся та же история. То есть мы можем, если мы, если у нас объект сам по себе не предлагает во, хорошие вопросы, Виктор, вы задаете, сейчас мы про это тоже поговорим. Вас. Не дублирую вопрос, потому что до этого мы все равно дойдем. Так вот, значит, если ваш объект непосредственно не представляет протокол итерации, то из него, скорее всего, можно сделать этот самый итератор, причем для этого можно воспользоваться аж тремя различными принципиально различными способами. Когда вы говорите итер от некоторого объекта, проверяется, в первую очередь, нет ли у него прямо встроенного метода итер, который бы породил этот самый итератор. Смотрите. вот у метода, у списка он просто есть, да, значит, это два разных объекта, потому что, потому что мы их в разное время породили, но работают они совершенно одинаково, собственно, список умеет конструировать под нужды программиста из себя с помощью метода итер, итерируемый объект, то бишь, итератор, по которому можно потом ходить, превращать его там распаковывать и так далее. Ну, в общем, это одно и то же, да, то есть, первое, итератор можно сделать из объекта, если он сам умеет из себя изготавливать итератор. Второе, итератор можно сделать из объекта, из любого индексируемого объекта, в предположении, что индексация начинается с нуля, вот, то есть, вполне, вполне можно сделать итератор от объекта, у которого нету метода итер, но есть метод getItem. Тут, наверное, стоит забежать вперед и создать такой объект с помощью классов, который мы сейчас с вами не знали, но это будет очень примитивная штука. Возможно, не понадобится долго объяснять, что она значит, что она значит. Все. Вот у нас класс С, из него можно сделать итератор, потому что у него есть метод getItem. Работать он будет так. Сначала вернет 0, потом 1, ну, короче, нулевой объект равен 0, первый равен 1 и так дальше. Помним с вами, что операция квадратная скобка индексирования на самом деле вызов этого самого getItem'а и больше ничего. Наличие getItem'а в пространстве имен объекта достаточно для того, чтобы обратиться к нему с квадратной скобкой. Ну, смотрите, давайте мы сконструируем объект типа С. Да? Че? Тормоз, извините, сел. Вот, забежал вперед и сам же себя обманул. Вот, давайте сконструируем объект типа С. Слушайте, нет, я, я, я дважды тормозил. Вот, нельзя было экспромтом это делать. Давайте вернем, вот, вернемся к этой схеме и просто возьмем С. Да, С там. Вот, все проще. Вот, сабскрат-то был. Да почему? Ну, хорошо, давайте тогда так. Хорошо. Ну, вот, ладно, значит, недолго думая, мы все-таки создали нечто. Что, что нам нужно знать? Нам нужно знать, что объекты С, в общем, довольно мало, довольно мало каких-то, ну, есть какие-то стандартные встроенные методы, но главное, что среди них есть метод getEintim, и вот этот метод getEintim, поскольку мы его туда подсунули, просто он дает право делать из него итерируемый объект. Обратите внимание на то, что у него нету, нету, метода .iter, тем не менее, iter из него делается, и сейчас мы можем запустить бесконечный цикл по нему, мы не будем это делать, но, по крайней мере, мы можем написать next at it, да, вот, поскольку наш объект не умеет возвращать stop iteration, то это будет бесконечная последовательность, вот этот итератор, но, как видите, ничего не нужно для того, чтобы сделать, чтобы поддерживать протокол итератор, кроме наличия getEintim от одного, одного параметра, вот, давайте мы ради интереса сделаем еще вот так вот, вот, теперь у нас этот объект будет конечным, вот, и тут нас поджидает еще одно удобство имени питона, мы говорим о том, что наш итератор обязан выдавать исключение stop iteration в конце итерации, но итератор, сделанный из getEintim может выдавать исключение, которое называется индекс error, да, вот этот, если мы обращаем вот этот самый индекс error, значит, если мы попытаемся преобразовать список в список этот, вот, что при этом произошло, запустился цикл, который проитерировался от c0, c1, c2, c3 и так дальше, при попытке обратиться к c5, произошел индекс error, но наш итератор, который знал, что его делают из объекта, у которого нету итер, но зато есть getEintim, был готов к тому, что очередной getEintim свалец с исключением индекс error, и поэтому он сказал, о, хорошо, ваш индексируемый объект закончился, итерация подошла к концу. А где я пропустил тот факт, что он одноразовый? То самое, что спрашивал что спрашивал Виктор. Что-то тут в планах это нету, а это неправильная штука. он не увеличивается на один, Виктор, его увеличивает на один логика конструирования итератора из индексируемой последовательности. Мы сказали, дорогой итератор, вот есть индексируемая последовательность. Он говорит, окей, сейчас мы переберем все элементы, начиная с нулевого. Нулевой элемент, потом первый, ну а тут я просто его возвращаю вот здесь вот этот элемент, ну а здесь, как видите, я возвращаю это элемент какой-то константы. Так что это логика конструирования итератора увеличивает индекс на один. Вот. Так уж, так уж, вот повелось, что если объект наш не может сам из себя продеть итератор, то тем не менее мы можем сделать итератор, просто пройдя по всем его элементам, начиная с нулевого. Отвечаю на вопрос Виктора на предмет одноразовости нашего итератора. Обратите внимание на следующее интересное свойство. вот у нас есть допустим ну неважно что итератор от произвольной последовательности. Вот. Чтобы пройти по нему, надо сказать next от этого и вот и когда он закончится произойдет stop iteration и больше ничего не будет происходить. Будет все время происходить stop iteration. Что это означает? Это означает, что если мы его превратим в скажем список, то есть пройдемся по нему скажем список, пройдись по этой последовательности вычислимой, создай из нее список. Что при этом становится с нашим итератором? Он уже закончился. Так что если мы сделали вот так сделали вот так а потом сделали еще раз вот так результат будет пустой список. Наш закончившийся итератор сразу выдает stop iteration. Никакой возможности в синтаксе питон как минимум никакой возможности сделать ну-ка давай сделай обратно как было раньше сначала в конструкторе итераторов разумеется нету. Ну потому что это была бы слишком сложная и слишком хрупкая логика. Значит итератор начинается продолжается и заканчивается и больше никогда не начинается. Гораздо проще чем выдумать вот эту хрупкую логику перезарядки итераторов просто сделать его еще раз. И пожалуйста вот он опять работает. А со второго раза опять не работает. Вот это относительно одноразовости итераторов. То есть итераторы хорошие штуки по ним очень весело проходиться но можно это делать только один раз. На второй раз нам придется еще раз создавать такой итератор впрочем как мы уже договорились это дешево. Вот есть еще один способ еще один забавный способ создать итератор из объекта даже если в нем нету ни индексирования ничего. Мы можем сделать создать итератор по конкретной функции кажется без параметров который будет возвращать одно и то же до тех пор пока эта функция не вернет определенное значение. Вернет определенное значение итератор закончится. Такая вот интересная вещь. Давайте мы попробуем что-нибудь придумать на эту тему. Там можно сделать так. Давайте определим функцию какую-нибудь def fun без параметров return random run range от ну допустим трех во и теперь давайте попробуем сделать из нее итератор итер ну давайте сразу и равно итер от fun а стоп значения стоп значения у нее будет 0 как-то по моему предположению должно работать функция fun итератор будет проходиться по функции fun вызывать ее до тех пор пока fun не вернет 0 то есть он сейчас вернет условно случайную последовательность из единицы двоек до линера примерно равным от ожидания вот там одной треть ну короче сейчас увидим ну да теперь полный давайте еще разок во понимаете да значит что при этом происходит мы при этом дергаем функцию fun она что-то возвращает если это не 0 итератор говорит вот вам следующий элемент а если это 0 он останавливается вот такая вот такой вот способ соорудить итератор по стоп значению и произвольному коллабл объекту вообще не глядя на его индекс и все остальное тут питон прок советует создавать какие-то методы чтобы вернуться обратно в обратную сторону итератор и можно можно все можно в питоне вообще все можно вот в данном случае речь идет просто о протоколе последствий по которой надо проходить значит в чем главный смысл итераторов в питоне они как обычно мы уже с вами потихонечку привыкаем к тому что все конструкции программистские про которые мы говорим в питоне на самом деле в самом же питоне присутствуют в огромном количестве итераторы окружают нас сплошь и рядом любая распаковка ну вида такой а б с там звездочкой с запятая д равняется любая распаковка например во множественном связывании или в передаче параметров или во всяких конструкциях более хитрых завязаны на итератор из соответствующего объекта делается итератор и по нему проходится в данном случае из этого объекта сделался итератор причем хитрым образом мы по нему прошлись взяли его нулевой элемент попали в а в первый в б вот последний в д кстати это может быть не совсем итератор да а из оставшего куска сделали итератор превратили его в список получили вот такой вот такой результат вот вот значит связывание основано на итераторах я бы даже сказал да значит что еще ну вот распаковка параметров функций все эти звездочные конструкции вообще любая звездочная конструкция основана итератор а еще на итераторе основан наш любимый цикл for помните говорили for элемент in последовательность ну так вот в действительности for элемент in последовательность работает так что из этой последовательности изготавливается итератор а этот самый ел тупо по этому итератору проходится по его next до тех пор пока не вылетит stop iteration все то есть цикл for в действительности там внутри байт кода питона раскладывается вот в такой простейший механизм из последовательности из этой изготавливается итератор с помощью ровно с помощью функции итер дальше этот итератор от него забирается next забирается 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 и значит когда эта штука рождает stop iteration цикл заканчивается все то есть фактически вот эта штука аналогично следующей штуке вот того же ел дальше у нас что ел равняется next от it равняется ну давайте так сразу сделаем не помню нужны ли здесь скобочки сейчас узнаем это next не нужны вот а вот сейчас если бы это был цикл for он бы отловил исключение stop iteration вот это самое и сказал бы цикл закончился вот собственно и и и все то есть как выяснилось очень много из тех ну не немного но значительная часть как бы значимая часть тех конструкций которым мы пользуемся в питоне на самом деле это просто эксплуатация вот вот этой техники протокола итерирования теперь нам захочется конечно же сделать такую вычислимую последовательность самому хочется самому сделать такую последовательность по которой можно проходиться вот этим самым next вот которую можно вставлять в for которую можно вставлять в любые операции распаковки но только чтобы она была не хранимая как список а вычислимая ну написать что нибудь такое типа наша последовательность это что нибудь ну наш любимый и умножить на 2 плюс 1 ну давайте по фэншу поставим for и in range от 9 допустим if и процент 5 вот range range все равно не хочет а спасибо спасибо никита вот значит я просто пропустил переменную и вот смотрите хорошо что за мной следить мало ли что я тут накручу а собственно это оно и есть смотрите это нечто что питон называет генератор объектом кстати я отвечаю на вопрос чем итераторы отличаются от генераторов это нечто что питон называет генератор объектом то есть вычислимой последовательностью этот генератор объект таким образом порожденный является итератором давайте в этом убедимся потому что у него есть метр next у него уже есть метод next это прям таки итератор и мы по нему можем проходиться ну не знаю сделать из него список опс помним что любой итератор разряжается и больше не заряжается его надо заряжать заново вот ну а в остальном все классно вот смотрите for in sec вот кстати хороший пример ситуации когда если мы хотим порядковый номер элемента мы должны его генерировать сами например с помощью numerator да в да вот это генератор выражения мы с вами помню что генератор выражение вообще выражение в питоне у нас мы уже знаем условные выражения всякие циклические конструкторы теперь вот и генераторов тоже а нам до функции знаю мы знаем что в питоне они есть их удобно использовать когда то что внук внутри них записывается коротко и разумеется неудобно использовать когда то что внутри них записываются тяжело и длинно поэтому для больших выражений есть другой способ задания задание генераторов который называется генератор функции генератор функция если очень тупо это самая обычная функция у которой вместо ретерна в теле стоит слово yield вот сейчас мы напишем эту функцию в просто ну давайте ее прямо напишем да а потом посмотрим как все это работает ну допустим от а здесь напишем c равняется а умножить на умножить на 2 плюс 1 не знаю почему я так это люблю yield yield я сказал c дальше дальше не знаю там print куклу принты надо будет сюда тоже вставить print 1 1 вот 2 и здесь еще один yield вот что это за функция такая это самая обычная функция прям функция функция ничем не от других функций не отличающиеся кроме того какой объект она возвращает если функции не встречается слова yield то это обычная функция она возвращает тот объект который на высчитал с помощью return или ничего не возвращает точнее возвращает но он если ретернов нет если внутри функции прямо в описании при парсинге этой функции а мы с вами помним что питон все равно парсит функцию чтобы понять что там с локальными глобальными именами но и все равно парс так вот если при парсинге этой функции обнаружить что в ней есть есть хотя бы один yield то она становится генератор функции вот с точки зрения обе это та же самая функция но эта функция возвращающая что правильно генератор object давайте скажем так g равняется ген от 123 4 видите да вот здесь мы сконструировали генератор object с помощью циклического конструктора здесь мы сконструировали генератор object создав генератор функцию которая его вернула это в генератор object это обычный итератор из которого можно сказать next вот ну давайте так р равняется next вот же что это за 1 это вот этот print он выполнился вот эта строчка выполнилась мы вычислили значение от а положили его в c и теперь у нас возвращать вот а вот здесь вот в нашем генератор опции обжигти же произошел return точнее you и сейчас у нас в р лежит ума а умножить на 2 плюс 1 вот она 2 4 6 9 вот она штука вот этих генераторов которые мы задаем сами руками состоит в том что в этот момент функционирование нашего генератора приостановлено вот здесь и когда мы скажем next это функционирование продолжится вот отсюда смотрите что сейчас происходит продолжилось функционирование с того места где остановилась с последнего юга и вернулась очередное значение тут должно быть в р у нас сейчас должно быть 1 2 3 4 если мы еще раз так сделаем у нас будет что stop iteration потому что мы наша функция закончилась давайте еще раз вот в курим у нас получается что в питоне есть такая штука как повторно входимые функции функции внутри которых можно залезать в то место откуда мы вернулись не с самого начала создавать пространство имен набивать его значениями начинать сначала а продолжать выпал вычисления в том же самым контексте вычислений который был раньше все это время он живет в нашем генераторе же пространство имен с какими-то значениями там с с а вот как сейчас где-то там живет в нашем генераторе же и мы возвращаемся туда откуда мы вернули очередное значение с помощи нилда и продолжаем вычислять ну с того места где мы остановились вот так себя ведет генератор обжиг если у нас там цикл окей ночь будем бегать по циклу ну давайте вот тут есть примерчик который можно тупо тупо скопипастить да это такая же последовательность как мы сгенерировали вот здесь только вот этот 9 можно в качестве параметра и передать да ну давайте здесь ради интереса заилдим какой-нибудь сто пятьсот вот дальше for in range вот а и в а процент пять прям как и раньше да гилд гилд чего там и гилд от собственно не то 42 конца вот что будет делать от наш геном будет немножко круче работать чем вот это потому что он в самом начале первым делом нулевым элементом вернет сто пятьсот потом вернет нашу последовательность а в конце он вернет 42 тут виктор спрашивает а как взять значение по итератору но не сдвигать его нет такого термина итератор это вызов функции мы же уже поняли это да значит что такое итератор это вход обратно в функцию вычисление очередного значения выдачи этого очередного значения каждый вход в итератор это в данном случае в генератор в каждый вход в генератор это вычисление очередного кусочка кода вы же предлагаете вычислить очередное значение не проходя очередного кусочка кода так не бывает понимаете да значение которое вычисляет вычислимая последовательность извините за отройную тавтологию, получается в результате вычисления. Поэтому надо сначала, господи, прости, вычислить, а уже потом вернуть. Вот. Вы же не можете предсказать, что ваш код вот туда... Что ваш код выдаст в следующий раз. Надо сначала этот код выполнить. Вот. Давайте потестим эту штуку. Давайте прям так сразу скажем. Ген от 6. Вот. Значит, что сейчас произошло? Мы в нашу последовательность зашли 8 раз. Сначала у нас произошел yield 100-500. Дальше поехал цикл. Произошел yield 0, единицы, двойки, тройки, четверки, пятерки. Шестерки не произошел, потому что ой, а процент 5 я вступил, и процент 5. Извините. Дубль 2. Вот, извините, да, значит, вот мы сначала произошел yield 100-500. Потом мы пошли в цикл по альфинтической последовательности от 0 до а, и в случае, если очередной элемент не кратен 5, возвращаем этот элемент. То есть 0 мы пропустили, yield не было, yield 1, yield 2, yield 3, yield 4, yield 5 мы опять пропустили, и вот вам, пожалуйста, значит, 42. Соответственно, если бы здесь был не 6, а, скажем, 12, то мы бы еще видели 4, а потом 6, 7, 8, 9, а потом 11. Вот. Каждый раз мы выполняем кусочек кода до тех пор, пока не утыкаемся в очередной yield. Вытыкаемся в очередной yield, возвращаем значение. То есть, всякий раз, когда мы говорим по вычислимой последовательности, надо думать, собственно, про то, что она вычисляется. Вот и все. Для людей, которые, скажем так, не знакомы с этим, с этой абстракцией, да, стоит немножко попривыкать к этому. Потому что повторно входимые функции это, на самом деле, очень-очень старая штука. Я вот помню, что они были всегда. Но отношение к ним, как к такому присутствующему контексту выполнения, в который можно повторно входить, оно оформилось, как, ну, достигло такого, что ли, всеобщего понимания всех программистов, которые там много программируют. Ну, относительно недавно. Понятное дело, что тоже давно. Ну, вот. Так что вот. Может так случиться, что про повторно входимые функции вы не слышали или там, слышали край муха. Это они. Просто как 7 копеек. Вышел из функции, вернулся обратно туда же. Единственное, что надо еще раз помнить, что, найдя в нашей функции оператор yield, Python считает, что это определение генератор функции, то есть функции, возвращающие генератор, а те значения, которые у нас yieldятся, получаются из этого генератора с помощью next. Returns в генераторе. В вашем генераторе может оказаться return. Return в генераторе на самом деле строго означает, что в этом месте stop iteration. Все. То есть, вполне может быть сколько угодно yieldов, сколько угодно return внутри генератора. Давайте вот так сделаем. If поставим еще b, да? Да-да-да-да-да-да-да. Давайте не так. For in range вот умножить на b. Только от единицы, наверное. if и процент b return. Причем return, как видите, ничего может не возвращать. Там есть какая-то хитрость в том, что может возвращать return, но мы про нее говорить не будем. Она здесь не нужна совсем. Она будет нам с вами нужна, когда мы будем говорить про синхронные все эти вещи. Что это я такое написал? Я сам не знаю. Давайте попробуем проверить. А, я плохо написал. Равно нулю. это взаимно простые числа. Хорошо. Тоже просто. Ну, я не понял тогда. Ага. Минуточку. Во! Да? Нет. Ну, короче... Хорошо. Ладно. Я хотел написать одно, написал другое. Я-то думал, что тут будет какая-то хитрая, значит, остановка в случае как бы наименьшего общего кратного. Фиг с ним. Наибольшего. Наименьшего общего... Да, наименьшего общего кратного. Ну, да фиг с ним. Сейчас получилось немножко другое. Да? Мы выдали все числа от единицы до 12 с пропуском кратных 7. Вот и все. Ну, ладно. Можно и так. Идея состоит в том, что у нас наш довольно длинный цикл прекратился не в случае рейнджа, да? А свалился на вот этом ретерне как только мы дошли до числа кратного числа кратного B. Вот. То есть ретерн внутри функции генератора, а это функция генератора, потому что внутри нее есть yield. Ретерн внутри функции генератора означает, что наш генератор просто остановился и вывалил вам Stop Eteration. Вот. Да, 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 да. Вот человек с ником Fluvka тоже заметил, что я немножко, немножко, да. Ну, дальше больше. Поскольку генератор, поскольку генератор это повторно необходимая функция, мы можем проделать следующий трюк. Мы же можем из-за одного генератора вызвать другой. То есть сказать, что наш генератор, например, будет на самом деле проходить последовательно все другие генераторы, которые мы передали. Ну, или там, которые внутри него вызываются. Да? Ну, что-нибудь типа такое. Вот у нас есть какой-нибудь сейчас, давайте мы вот отсюда возьмем определение наше. Вот отсюда определение. Да? Значит, dev secu от a for in range от a yield if a процент, ну, скажем, 5 yield a и да? Такую вот простую, простую функцию с пропуском 5. Вот. Да? все вроде легко. Ну, а в очередной раз я описался. Вот. Да. С пропуском 5, ну, вернее, кратных 5. Мы можем написать функцию, тоже генератор функции, которую будет возвращать генератор, проходящий несколько раз этот самый генератор secu. Ну, что-нибудь в таком духе. dev s secu. Вот, ну, допустим, были. Да? For s in secu. от a yield s. А, тут у нас b еще есть. Ну, давайте так. For i in range от b а у нас вообще отсутствует. Что-то я что-то я туплю. Вот так вот напишем. Ой, русские буквы приехали откуда-то. Во. Значит, все, да, вот это убираем. Вот. Значит, что надо делать этот супер, наш супер, супер генератор. Он внутри себя вызывает генератор secu много раз там от нуля до... Значит, что при этом получится? Ну, в общем, довольно простая штука. Типа раз-два, раз-два-три и так дальше. Давайте попробуем. От 7. 1, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 и все. Потому что на 5 мы там выпали. Ну, давайте от 8. Вот. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4, 6. Вот. Значит, ну, такой вот модификатор. Главная фишка вот в чем. Я еще не рассказал, собственно, про эту самую главную фишку. что в действительности мы, когда делаем вот это, это фактически косты. Что мы хотели сделать? Мы хотели в цикле предоставить пользователю нашего генератора доступ к точке входа внутрь функции CQ, внутрь генератора CQ. А вынуждены делать это немножко в обмазанной форме. Мы сначала влезаем внутрь функции CQ, да, тут же говорим, что C у нас это итератор по CQ, и только после этого возвращаем этот самый C. фактически мы совершенно неоправданно заняли целый цикл вот здесь на то, чтобы вручную сходить к нашему итератору CQ и из него по одному разу возвращать соответственное значение. Вот эта простая конструкция, она, ну, очень хочется сделать так, чтобы мы сразу сказали, пользователь, ты ходишь сначала к Сику от нуля, потом к Сику от единицы, потом к Сику от двух, ну и так дальше. Вот к этим всем последовательностям. И такая конструкция есть. Она называется Yield From. Давайте мы перепишем нашу эту конструкцию. она будет выглядеть намного лаконичнее. Вот. И только это было слово Yield, я уж не знаю, как я умудрился я умудрился вот так написать. Во! И это то же самое. Обратите внимание. Просто вместо того, чтобы ручную ходить в соответствующей последовательности и каждый раз возвращать очередной ее элемент, мы в нашей генератор функции говорим так, а теперь вот оттуда все, что она вернет. Закончилось? Окей. Сейчас скранируем следующую. А теперь вот оттуда. Итак, B раз. Смотрите, разница разницы нету. Она работает так же. Только не секу, а что не сон. Вот. Разницы нету, она работает так же. Точно так же мы сходили сначала к секу от нуля, потом там ничего не было, потом к секу от единицы, вот он, от двойки, от тройки, ну и так дальше, вплоть до секу от, что там, восьми. Вот. Такая вот картина. с этой картины мы еще встретимся гораздо позже, когда будем говорить про асинхронные фичи в питоне, но сразу, как бы, что нужно заметить, что это синтаксически удобная штука, которая позволяет нам, как программистам, не заморачиваться прохождением по последовательности, с последовательностям всего лишь для того, чтобы вернуть каждый его элемент еще раз. Да, мы говорим, а теперь, пожалуйста, вот из той последовательности возвращай. Вот. О, куда уехал генератор одноразовая последовательность, надо его в начало перетащить. Ну, опять-таки, дальше больше. Про это я расскажу только чуть-чуть, потому что я не вижу слишком таких очевидных применений параметрических итераторов в жизни. Опять-таки, они нам очень сильно пригодятся, когда мы будем говорить про асинхронность, но в принципе у итератора, ну, генератор функции, у генератора функции, как у представителя повторно необходимых функций, есть один недостаток. Недостаток это следующее. Мы можем с помощью генератора функции определить повторно необходимое нечто, внутри которого мы будем возвращаться к тому месту в коде, где происходил yield, где наша самая первая функция была. Вот. Вот мы передали нашей функции параметр а, теперь мы что-то проделали, теперь мы на основании этого параметра а выдали одно значение цель. Вышли в внешний код, что-то поделали, вернулись обратно, потому что мы сказали next этому генератору, что-то поделали, и можем выдавать другое значение, выданное на основании тех параметров, которые мы передали в самом начале нашему генератору. то есть наша повторно входимая функция только один раз принимает параметры в момент ее вызова. Только в момент вызова она их принимает, дальше после того, как мы ее вызвали, ее поведение предопределено, если, конечно, вы не воспользуетесь глобальными переменами, которые можно в это время менять, разумеется. Ну так вот, эта реализация повторно входимых функций неполноценна. Должна быть возможность передать нашей повторно входимой функции вот сюда прямо в yield какие-то значения, чтобы она с ними работала дальше. то есть, грубо говоря, написать буквально следующее. Да, вот это первый параметр. Дальше мы говорим что-нибудь типа r равняется yield a умножить на 2 плюс 1. то есть, мы что-то вернули, а еще с помощью какого-то механизма сюда-обратно функцию pgn, ну точнее в генератор, который будет сгенерирован на ее основе, вернули некоторое значение n. r. Ну давайте так, r. Теперь, ну не знаю, там, while r r r равно только тут вот уже r, а здесь что-нибудь типа, ну не знаю, там. Вот. Значит, чем отличается наш генератор, который мы написали сейчас, от всех предыдущих? Он отличается тем, что оператор yield внезапно возвращает какое-то значение. Теперь так просто с помощью next это не сделать. Ну давайте мы сейчас создадим какой-нибудь pgn и поэкспериментируем на нем. pgn равняется pgn pgn я сказал, я сказал pgn от, ну допустим, 7 gp. И это генератор object. от него можно сказать next. Next от gp. 15. Почему 15? Ну потому что 7 умножить на плюс 1. Смотрите, мы сейчас сделали вот этот yield. Мы должны нашему генератору рассказать, чего вот здесь вот присваивать. Поэтому next у нас не годится. Так оно не работает. А работает оно так. gp.send послать туда внутрь генератора следующее значение. Ну скажем 100 500. А, 100 500 уже было. Ну скажем 42. Что сейчас произошло? Мы сказали дорогой pgn продолжай работать со значением 42. Вжух вот сюда вот в r приехало значение 42. Окей. Мы зашли в цикл потому что 42 это не 0. заилдили 42 на 2 плюс 1 85. И сейчас мы должны еще раз ему что-то послать. Ну и за это. Вот если мы сейчас пошлем ему 0, что произойдет? Сюда приедет 0. Мы влезем в цикл while, проверим условие оно 0 и должны получить я вангую что у нас сейчас приедет 150. В смысле 100 500. Так и есть. Все. Следующая попытка как-то преэксплуатировать наш итератор закончится stop iteration потому что он закончился. При этом это можно делать и next. Можно делать и send. Что бы мы ни делали нас поджидал stop iteration. Вот такая более полная реализация повторно входимой функции в которой можно передавать очередные значения прямо внутрь этой самой функции прямо внутрь того yield из которого мы только что вышли. Разумеется туда можно передавать списки кортежи словари черта лысого но понятно что это питон тот факт что здесь написан один объект ничего не значит ровным счетом ну вы же можете например функцию так описать с одним объектом который потом распаковываете звездочкой здесь та же самая фигня можете что угодно туда передавать разумеется сколько угодно сложный объект вот это называется париметрический генератор если кто придумает зачем он нужен в реалайфе вот так на постоянке было бы очень клево я бы этот пример включил в лекцию пока что только рассказываю как он работает сегодня уже спрашивали продаю ли я питонов я продаю париметрических генераторов и оно красивое у нас осталось 10 минут большой здоровенный модуль по которому я наверное не буду рассказывать все просто потому что он реально здоровенный этот модуль называется итертулз и он имеет прямое отношение к нашей сегодняшней теме итератору что такое итертулз это набор функций которые работают с итераторами и которые очень грубо можно разделить на 4 подраздела первый подраздел это как задавать всякие вычислимые подпоследовательности наших последовательностей помните мы с вами говорили что создание секции из списка занимает столько памяти сколько занимает секция этого списка да ну то есть вот взяли там не знаю или строки да вот у нас есть строка да вот у нас есть строка если мы из нее сделаем секцию ну допустим с шагом 7 с шагом 3 давайте да если мы из нее сделаем секцию то у нас получится подстрока вот такой длины она будет лежать в памяти мы ее сделаем что если мы не хотим хранить этот объект очевидно же что такая подпоследовательность на самом деле вычислима и очевидно что мы можем это сделать ручками запустить цикл в этом цикле сделать рейндж вот такой ровно ну то есть только вместо минус 5 поставить реальные значения лена тс минус 5 и потом по этому индексу хранить но это каждый раз какая-то арестминетика какие-то лишние имена переменные короче говоря некое зашумление кода которое скрывает от нас то что мы на самом деле хотели сделать с этой подпоследовательностью а хотели мы взять от нее некую секцию и пройтись по ней не хотели мы создавать склейку из этой секции окей нам на помощь приходит это ртулс можем сказать фрим импорт сейчас скажу это называется и слайс и слайс давайте смотреть какие у него параметры сек старт стоп степ ну как у людей прямо смотрите с от 5 до минус 5 вот здесь нам верно надо сказать len от с он минус дайте подумать четвертая нет минус пятая конечно и степ 3 вот что это такое и это вычислимая последовательность ну вот она вся же кстати она закончилась наверное да я правильно я правильно индексы указал зря я тут написал конечно принт без этого самого с переводом строки в конце но тем не менее еще раз вот это SS представлял собой слайс то бишь секцию нашей последовательности только не вычисленную и положенную в память а вычисляемую по ходу вот этим самым слайсом ну и тут есть много всяких штук вот например каунт возвращает последовательность вида начинается начиная с старта и прибавляя соответственно степ да вот 10 бесконечный каунт бесконечной последовательности если запустить по ней цикл форсами безломный буратино он никогда не кончится если вы специально из него не выйдете amplify цикл бесконечная последовательность которая гуляет по кругу той последовательности которой вы передали тут отличные примеры видите repeat бесконечная последовательность которая повторяет соответствующий элемент бесконечное число раз ну или конечное число раз если вы это число указали какие еще бывают последовательности, еще и слайс бывает, еще бывает всякий всякая работа с последовательностями и это вторая группа, например довольно забавная функция аккумулейт, которая делает примерно то же, что и мап но возвращает не 1, 2, 3, 4, 5 а 1, затем 1 плюс 2, затем 1 плюс 2, плюс 3 затем 1 плюс 2, плюс 3, плюс 4 ну и так дальше кстати, вместо плюс ей можно передать другую функцию, к которой будет что-нибудь другое забавная штука, довольно интересная если вам нужно рассматривать последовательно рассматривать преобразование какого-то элемента к следующему путем применения одной и той же функции к результату и следующим элементам аккумуляет ваш друг чейн, который позволяет последовательности встык состыковывать сначала первое потом второе, потом третье, вот сколько вы их передали они по очереди будут вам вернется итератор, который будет по очереди перебирать обратите внимание на то, что в чейн может присутствовать сколько угодно ну конечное число, разумеется бесконечных последовательностей почему бы нет? поскольку это просто итератор он возвращает сначала один элемент, потом другой если одна из этих последовательностей будет бесконечной вот это, например ну ок, он значит будет постоянно возвращать элементы из нее а все остальные последовательности которые вы тут указали в скобочках просто до них он никогда не доберется почему бы нет? повторяю, бесконечные последовательства это нормально главное, чтобы ваш код, который я обрабатывал сам понял, в какой момент надо перестать это делать вот ну и всякие обработки последовательностей обработки последовательностей на предмет значит того помните у нас был фильтр есть компресс, который возьмет у нас есть последовательность одна последовательность вторая и он из этой последовательности выбрать только те элементы для которых элементы соответствующих последовательств это true вот drop while который отрубит нашу последовательность в тот момент когда функция которая определяет когда кончать определит фильтр false в обратную сторону который только false ну и так дальше в общем много что еще такого интересного что можно порекомендовать для изучения это group by которая одну последовательность превращает в последовательность последовательности непонятно сейчас покажу давайте мы тут сделаем импорт рандом нет давайте без рандома давайте так пальцами обойдемся значит вот у нас есть последовательность допустим 1,1,1 а значит что будет если мы этим group by мы и обработаем давайте попробуем g равняется что там у нас iter tools а да g равняется iter tools точка group by вот чего от s вот ну давайте посмотрим да скажем p равняется next под g list тут п ой группер object ну интересно что он возвращает субитератор сгруппе вот оно что оно возвращает пары тут тройки тут двойки давайте еще раз сложная штука поэтому я решил про нее рассказать да значит s такой-то g равняется group by p равняется next под g обратите внимание что в p у нас два элемента единицы потому что там вначале шли единицы вот и итератор по этим единицам их там будет три штуки лист от p первая три единицы во одна тройка сейчас будет одна двойка там будет это много раз давайте еще раз вот три двойки дошли до трех двойок следующий будет две единицы ну в общем вы меня поняли такая вот сложная штука вот и еще одно что я хочу посоветовать на самом деле две вещи но я от вас отожру буквально три минуты еще вот t это штука которая позволяет превратить одну последовательность в несколько обратите внимание что не путем копирования а путем их переобхода путем их переобхода то есть смотрите значит давайте сейчас попробуем у нас есть какой-нибудь range r равняется range вот ну скажем четырех неважно да и теперь скажем t равняется t ну только itertools itertools точка t r r нет r 4 раза что при этом происходит у нас возвращается тюпль из четырех из четырех последовательностей каждая из которых позволяет пройти это наше r да вот допустим t нулевое лист вот но в следующий раз уже не позволит то есть если мы боимся что у нас последовательность перезарядится можно вот таким образом ее распарить только имейте ввиду что разумеется если эта последовательность разряжается поэкспериментируйте с этим сейчас я не готов вам не готов вам предсказать то возможно там ну короче поэкспериментируйте с этим t что будет если например передать сюда вместо r не range а вот еще раз мы его можно пройти не range а допустим разряжающаяся последовательность какой-нибудь ну не знаю итератор последнее о чем придется только упомянуть но показывать я не буду пощупайте это сами это немножко комбинаторики комбинаторика в данном случае не цифровая не числовая а практическая состоит в том что мы можем изобразить декартово произведение нескольких последовательностей а именно последовательность ну скажем если мы передаем сюда четыре элемента да и говорим что по две да значит последовательность давайте нет не успеваю уже последовательность пар всевозможных пар да то есть фактически как два вложенных цикла вот количество перестановок количество сочетаний и количество сочетаний с повторениями при этом еще раз не количество сами перестановки все возможные сами сочетания и сами сочетания с повторением да вот перестановки как видите отличаются от обычного декартового произведения отсутствия этих самых повторений вот а сочетания еще и тем что у нас в каждой паре элемент встречается только один раз то есть АБ равняется БА поэтому сочетаний тут нет вот здесь вот есть перестановка в сочетаниях нет вот и это очень часто бывает нужно для того чтобы на голубом глазу из некоторого хитрого множества данных например из нескольких списков сделать один линейный скомбинированный список по всему хотите по просто декартному произведению вместо вместо вложенных форов хотите значит только по различным перестановкам а хотите только по уникальным парам то есть по комбинациям да по сочетаниям вот здесь вот видите у нас фактически множество вот все эти множества различаются ну то есть там понятное дело вернется не множество а именно в данном случае стройки но именно все время у нас вышло домашнее задание пока что только теоретическое как обычно домашние задания практически будут я надеюсь что формулировки будут сегодня а тесты будут тогда когда будут готовы вот соответственно мы с вами плавно подбираемся давайте посмотрим планы прошлого года мы с вами подбираемся к объектной модели но еще не подобрались к ней подобрались в следующий раз начинаем с объектной модели спасибо вот если есть какие-то вопросы задавайте о тут тут а в чатике обсуждение почему лектор топа просмотров мало ну потому что я не занимаюсь раскруткой этого канала я на самом деле читаю лекции на факультете математики и кибернетики просто они дистанционные так уж повелось со времен так сказать ковидной изоляции вот а потом мне не то чтобы понравилось да но я освоил этот способ и вот он продолжается в таком виде вопросов я вижу нету спасибо вам вот в следующий раз у нас если не случится ничего объектная модель питона ну собственно и до встречи в эфире значит в следующий раз давайте посмотрим что у нас с календарем посмотрим что у нас с календарем когда у нас будет следующий раз следующий понедельник не понедельник пятница да пятница нет понедельник что несу следующий понедельник первое число ну первое число это рабочий день значит несмотря на возможный локдаун поскольку я и так дома сижу лекция будет вот спасибо и вам что советуете знакомым да хорошо все тогда до встречи и ждите домашних заданий субтитры Продолжение следует...